Здравствуйте! В эфире комитет по целесообразности принимаемых решений. Сегодня наше первое заседание. Что у нас на повестке дня? Ну, к нам поступил указ президента Казахстана от 28 января 2016 года за номером 185. Суть его в том, что на банкнотах убирается подпись главы Нацбанка. Ну и хотят сказать, целесообразно ли такое решение? Ну, я думаю, что это целесообразно, очень даже, потому что за время существования нашего тенге поменялось около семи председателей Нацбанка. И в сфере наших банкнот там вообще целая каша одного номинала, несколько банкнот. Поэтому я считаю, это очень правильное решение Ельбасы. С другой стороны, видите, я понимаю, что глава Нацбанка, он у нас как бы за все всегда виноват по определению, и поэтому его подпись, она какая-то одиозная становится. Но у финансового документа должны быть номер, печать, подпись. Ну, номер на купюрах есть. Печать – это средство защиты, водяные знаки. А вот без подписи получается, что это уже не действительно финансовый документ. Да, злые языки действительно говорят, что это решение связано с падением тенге. Ну, я думаю, это неверно. Выход можно найти и в этом случае. Предлагаю альтернативное решение проблемы – заново перевыпустить все номиналы тенге, но с подписью Ельбасы. Да, бывают ситуации, где правильного решения нет, но лучшее решение есть всегда. Вот так. Продолжение следует...